Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Анастасия Бояринцева, приглашаю посмотреть очередной выпуск порт-обзора. И сегодня мы встречаемся не в студии телеканала Гродно Плюс, а в училище Олимпийского резерва. Это не случайно, ведь именно здесь накануне прошли матчи женской баскетбольной Балтийской лиги между Гродненской Олимпией и казахстанским окжат-песом. И сегодня мы встретимся с главным тренером Гродненской Олимпии Александром Станиславовичем Шумковиком, чтобы поговорить об этих матчах и не только. Здравствуйте, Александр Станиславович! Поздравляю вас с победами! Надеюсь, так будет и дальше. Давайте начнем сразу. Как прокомментируете последние матчи? Добрый день! Мы провели две контрольные игры в рамках Балтийской лиги с командой Казахстана. Следует отметить, что в принципе задачу мы выполнили, хотя отдельный аспект игры остался им недоволен. И кое-что надо, конечно, исправлять, поправлять, потому что уровень команды Казахстана в этом сезоне, ну, мягко говоря, не такой высокий, чтобы на него ориентироваться. Поэтому, как бы, победы эти были плановые. Я не скажу, что они дались очень легко. Мы концовки и первую игру, и вторую проиграли концовки, только за счет задела в первых двух четверцах имели положительный результат. Но, тем не менее, задача выполнена. А что касается выводов с игры, будем делать, будем идти дальше. Как, в общем, обстоят дела в Балтийской лиге для Олимпии на данный момент? Ну, пока в предварительной стадии, где играют шесть команд, мы делим с ТТТ, рижским ТТТ, первое-второе место. Они идут без поражений, мы идем без поражений. Но это предварительная стадия, мы практически обеспечили себе выход в финальную четверку. И думаю, что дальше основные соперники будут у нас те же, что и в чемпионате Беларуси, плюс рижская команда ТТТ. Я думаю, что вот эта четверка будет делить призовые места. Казахстан не постоянный участник, скажем так, Балтийской лиги. Он то появляется, то пропадает. Планируются ли какие-либо расширения еще? Кто-то, может быть, подключится, может быть, кто-то хочет уйти? Ну, вопрос, по большому счету, не ко мне. Это надо обращаться к руководству Балтийской лиги, которая, да, занимается этими вопросами. Но тенденция, к сожалению, нехорошая. Дело в том, что количество участников команд сокращается, и с каждым годом что-то Балтийская лига увядает. Это обидно, но это факт. Насчет расширения команд, кроме команды Казахстана, у нас в этом сезоне, пожалуй, нет ни одной привлеченной команды. Потому что те, кто играл в том году, их уже часть команд нет. Играла шведская команда, их нет. Играли российские команды, Спартак, Петербург, тоже нет. То есть, как бы Балтийская лига немножечко начала сворачиваться. Я думаю, руководство Балтийской лиги будет предпринимать все усилия для того, чтобы остановить этот процесс, кого-то вовлечь еще. Например, польские команды пытаются все время дозаявить. Как бы боюсь, что я на этот вопрос такой объективной оценки дать не могу. Но хотелось бы, чтобы эта лига сохранилась. Ну, там очень интересно тоже с матчами. Они переносятся, но непонятно, куда переносятся. Вам уже сообщили, куда будет перенесен матч с Ригой? Вы знаете, что все дошло до какого-то такого ненормального состояния вещей. Штаб Балтийской лиги немножко самоустранился, как я понял. Самоустранились по той причине, что изначальный календарь, который был составлен в начале сезона, он стал не выполняться клубами. Допустим, рижская команда ТТТ дважды переносила сроки своего приезда к нам. В результате так и не приехала до Нового года. То есть, практически календарь был сорван. Сейчас вот на игру с Казахстаном это наша добрая воля. Мы договорились на уровне клубов и договорились о сроках проведения. На таком же уровне мы сейчас договорились с рижской командой Эрту Меркус, которая приедет к нам. Сроки, я боюсь ошибиться, но это произойдет буквально после женского тура, который будет в Бресте. У нас будет четверка в Бресте играть. Это 3-4 числа. Вот на следующей неделе, скорее всего, числа 7-го, к нам приедет команда Риги. Но опять я повторяю, что это добрая воля клубов. И мы договариваемся и просто ставим в известность потом штаб-квартиру, что мы договорились и готовы играть. Такого раньше никогда не было. И поэтому я говорю, что в Балтийской лиге пока порядка нет. Ну, вы опередили мой следующий вопрос. Ближайший матч, я так понимаю, 7-го числа в Гродно, в училище Олимпийского резерва, можно будет увидеть игру Балтийской лиги Олимпии и Меркуса. Да. Ну, будем надеяться, все услышали, узнали и придут поддержать наших гродниц. Но давайте от международных матчей перейдем, скажем так, к белорусским матчам, к белорусскому чемпионату. Закончился первый этап. Как прокомментируете его? Ну, первый этап закончился, все закономерно. Мы расположились на третьем месте. В принципе, мы дважды обыграли Брест, у них дома и у нас дома. Поэтому свое место мы заняли по силам. Тот успех, что был в Кубке Белоруссии, что мы сотворили чудо, я думаю, что чудо дважды сотворить не удастся. По той простой причине у нас большой кадровый недобор. Вот. И Олимпия сейчас не та грозная команда, которая была прошлые годы. Что получилось? Что нет в первом этапе? Что будете исправлять к второму этапу? Ну, вопрос серьезный. Вот. Мы можем исправить только что то, что в наших силах. Но если команда до сего времени не укомплектована игроками, я имею в виду позицию пятого и даже четвертого номера, то усилить игру это практически невозможно. Понимаете, когда у человека с пяти пальцев один не работает или отсутствует, это уже рука инвалид, будем так говорить, рука инвалида. Вот на сегодняшний день, к сожалению, Олимпия предоставляет такую руку, в которой нету стержнеобразующего игрока, это в позиции пятого номера. Мы, я вопрос об этом ставил, начиная с сентября месяца. Велись долгие переговоры с Шанитой Джордан, которая в итоге дала добро. Ну, наше руководство как-то протянуло резину до того времени, пока она не подписала контракт в декабре месяце с другим клубом. То есть, ее просто никто не хотел брать. Поэтому мы остались без центробой. То, что мы взяли Татьяну Бавыкину, которая нам помогла выиграть Кубок Белоруссии, то она уехала в Израиль. Но опять по банальной причине, что были не соблюдены некоторые условия контракта. Я думаю, что при таком раскладе, если мы теряем ключевых игроков, то рассчитывать на высокий результат не приходится. И в этом сезоне, ну, я думаю, что третье место Олимпии, оно будет закономерное. Оно будет закономерное, потому что обыграть две минских команды, которые укомплектованы легионерками, будет очень сложно. Ну, будем надеяться, конечно, на лучшее. Хотела бы вспомнить предпоследний матч первого этапа с Моками. Проигрыш с разницей в 27 баллов. Как прокомментируете? В принципе, там нечего комментировать. Я считаю, что если бы Вавлев, тренер Цмоков, хотел бы выиграть 40 очков, они бы выиграли 40. Потому что они действительно реально сильнее нас. То, что он стал наигрывать в четвертой четверти глубокий резерв, позволило нам сократить счет. Потому что мы по ходу уже проигрывали больше 30. И, я говорю, шансов играть против команды, которая укомплектована хорошими центровыми, как Гаспер, Виктория Гаспер, член национальной сборной 194, как под Гайта Литовка, игрок Киберштиса. Конечно, у нас нету таких игроков, которые могли бы на равных биться с этими игроками. Учитывая такой провал в этой позиции, мы с Моком за игру проигрываем порядка 20 подборов. То есть они имеют 20 лишних атак. 20 лишних атак умножится средним на 2. 40 очков. Вот реально на эти очки мы слабее. Какие из позиций нужно в первую очередь укрепить? И, может быть, до 30-го числа есть шанс Виктория, шансы еще какие-нибудь есть? Нет, нет, нет. Дело в том, что в Виктории нет таких игроков в позиции пятого номера. Их просто нет. Есть Анастасия Горина. Девочка способная, но она очень травмоопасная, потому что у проблемы со спиной. Я ее пытался в том сезоне, чтобы она играла за Олимпию. Не получилось, поэтому она в этом сезоне играет за Викторию. В Виктории практически в этой позиции нет высокорослых игроков. Беда всего Гродненского баскетбола и на любом уровне, любой детской команды. У нас нет высоких людей. Не знаю почему, но Гродненский регион почему-то или нам так не везет, что мы не можем найти высоких, или их реально нет. Но в любом варианте пытаемся что-то менять. На будущее, конечно, мы нашли девочку. Я пригласил Скалинкович. Мне первый отдал два года назад девочку, 193 у нее. Вот воспитываем своего центра. Но это на далекую перспективу. На ближайшее время все равно позицию надо укреплять и укреплять хорошим игроком. Просто взять игрока, который будет отстаиваться в этой позиции, нет смысла. Это не усиление команды, это не решение вопроса. Поэтому взять легионерку хорошую, об этом я повторю, что я говорил, бил в колокола и доносил эту мысль до областного управления. И мне все обещали помочь решить этот вопрос. Так он и не решен. Ну, затронули уже Викторию. Скажем так, как оцениваете игру в данный момент? Какие проблемы есть? Вы же следите за их выступлением. Конечно, конечно. Что касается Виктории, Виктория всегда база молодых игроков. Виктория по составу все равно самая молодая в чемпионате. У нас вот только за исключением Анастасии Гориной, которая 1994 года, девочки играют 1998-1999 года. Это основные девочки. У нас только два человека, которые по старшим девочке Роора 1997 года. Поэтому Виктория молодежная команда и требовать какого-то результата от нее не стоит. А вот уровня игры, повышение уровня игры, я думаю, стоит. Но Виктория вот в последнем туре в игре с Брестом, который укомплектован тоже в этом сезоне неплохо, очень достойно сражалась и до начала четвертой четверти вела в счете, выиграла. Проиграли там с разницей очков в 10, но наши девочки показали достойную игру, достойную. Ну, хотелось узнать, конечно, на кого иметь виды в Виктории, но я так понимаю, что на данный момент, наверное, никого. Нет, вы знаете, очень мне нравится, очень нравится девочка Москва Арина, очень нравится. Пластичная, очень интересная девочка. Но я думаю, что еще время не настало, и надо еще немножко повариться, стать лидером в этой команде, а потом уже думать о Олимпии. Изменилась ли форма проведения чемпионата в этом году, и по какому принципу будут определяться медалисты? Да, форма чемпионата изменилась по просьбе Анатолия Сергеевича Буяльского. В связи с тем, что национальная сборная уже будет весной играть в чемпионате Европы, попросил женский чемпионат немножко свернуть. И мы от тех туров, которые были запланированы, произошло сокращение за счет того, что будет проведено 4 общих тура. Верхние четверки сыграют в каждом городе, и нижние четверки тоже сыграют в каждом городе. Поэтому у нас сейчас игра будет в Бресте, потом в Гродно, потом в Минске, а потом еще раз в Минске. То есть каждая команда примет тур, где мы сыграем по круговой системе. Это окончательно распределит команды по местам. И я думаю, что сохраняя третью позицию, я думаю, что Смоки сохранят первую, Горизонт – вторую. То игры в плей-оффе мы будем играть с Минским Горизонтом. Я расцениваю шансы в плей-оффе в игре с Горизонтом 40 на 60. Если мы подойдем в такой форме, я думаю, что Мария Филончик еще не восстановилась, Виолетта Кевляк, то вот этот резерв нам может помочь, конечно. Но по комплектации Горизонт все равно сильнее. Есть более опытные игроки, более матерые. Но мяч круглый, будем сражаться. Да, не первый раз, когда уже происходило, когда Гродненцы выигрывали не количеством игроков запаса и всего остального, а волей к победе и, скажем так, своим желанием победить. Хотела узнать о планах Олимпии на ближайшее будущее. Это, во-первых. Во-вторых, ближайшие матчи. Может, пригласите Гродненцев где, когда можно увидеть? Ну, ближайшие мы уезжаем в Брест. После Бреста будет тур в Гродно, где Олимпия будет принимать. Я боюсь ошибиться в сроках, поэтому я не буду это называть. Это надо просто отрицать наш БФБ БФБ, где будет уже точный календарь игр после Бреста. Вот эту неделю мы уедем в Брест. А через недельку, наверное, будем принимать у себя дома. Вот, поэтому я думаю, что вот начало февраля, начало февраля у нас должна появиться в рамках Балтики команда из Риги и будет домашний тур. И будет домашний тур. Поэтому хотелось бы увидеть побольше людей в зале, вот, ощутить поддержку, потому что гроднические болельщики всегда, мягко говоря, такие, они и требовательные, и в то же время поддерживают очень хорошо команду и любят нашу команду. У нас есть группа поддержки очень серьезная, в которую входят даже люди пенсионного возраста и всегда интересуются делами в нашей команде. Александр Станиславович, спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам и команде только побед, а мы, как всегда, будем болеть только за наших. Спасибо, спасибо. А с вами я не прощаюсь через несколько секунд о других новостях из мира спорта.